К нам присоединилась Оля. Оля, здравия! Намасте! Здравствуйте! Рад Вас видеть. Оля, я представлю Вам Веру. Вера – один из наших учеников, который сегодня у нас на прямом эфире. И мы записываем наш разговор, чтобы это было полезно для других. Поэтому говорите так, чтобы это было экологично. Да, секреты, ключи от сейфа с деньгами лежат, никому ничего не говорите. Окей, и Вера, у Веры ситуация, ну Вера сама сейчас расскажет, какая у нее ситуация. Она наш сегодня клиент, который находится в онлайн, и она избавляется в практике обеда. И Вера, я пригласил Олю, которая в свое время проходила практику прощения, и она с радостью согласилась поделиться своим опытом, который она имела. И как ее после практики прощения, как ее жизнь поменялась с того момента, как она избавилась от этих обид. Сегодня Оля – счастливая жена, скоро уже будет мамой, я так понимаю. И смотрите на это счастливое лицо. То есть те трансформации, которые я наблюдаю, которые вижу у Оли, они просто колоссальные. И это не может не восхищать, и вот я бы хотел, чтобы Оля поделилась со своим прекрасным опытом, чтобы ваш опыт Оля помог другим девушкам, другим людям, у которых подобные ситуации были, чтобы стал примером, вдохновением, как важно избавиться от обид, отпустить прошлые отношения, научиться все принимать и начать жить по-новому. Поделитесь, пожалуйста, своим опытом, как это у вас было и какие ресурсы, и как это сказалось на сегодняшнюю вашу жизнь. Спасибо, Ярослава. Все огромное благодарны за вашу лепку тоже. Верочка, скажите, пожалуйста, у вас какая ситуация с темой, чтобы не понимать, не конкретно для вас, что это вам полезно было? Я просто понимаю, что я вам не знакомый человек, иногда сложно. Это просто можно вкратце сделать слова. Да, у меня обидно на бывшего мужа и, соответственно, на всех мужчин в мире. А какие отношения с родителями, с мамой, с папой? Ну, с папой уже никаких, а, ну, вот, собственно, с отношениями с папой началась моя обида на мужчин, потому что папа обижал маму, я это все видела, я обижалась, я перестала уважать папу и потом, впоследствии, собственно, на всех мужчин. Вот это сказалось на моих отношениях. Сейчас у вас нет никаких отношений, то есть вы в разводе, да? Да. Смотрите, у меня практически такая же ситуация была, потому что у меня папа тоже... У меня сами по себе родители очень хорошие, то есть они дали нам очень хороший пример дружбы, свяжения, но между собой отношения, к сожалению, построить они не могли, потому что были очень, ну, как бы сильными личностями, что моя мама, что отец. И отец обижал маму тоже при нас. У меня тоже была агрессия к отцу и не было вообще уважения. И я не могла построить отношения с мужчинами вообще. То есть у меня не было изначально уважения, хотя мужчины, ну, как бы, не встречались хорошими. Но из-за того, что я тащила обиду на отца, я просто не могла уважать мужчину, а без этого отношения не построить. И просто, когда я это поняла, я начала работать сначала с обиды на отца. Причем, к сожалению, у меня тогда не было вот такого наставника, как в Ярославе, и вообще не было никаких семинаров, ничего. О, я чертил там, вот какие-то книги, какие-то люди. Это было у меня в течение 4-5 лет. То есть я папу прощала. Это было очень сложно. Это огромная работа, но она стоит того. Потому что это просто надо было пласт, такое сердце вытащить. Я писала письма, я какие-то визуализации делала. Ну, то есть я очень много вообще что делала. Но это было вот, допустим, я там 40 дней делаю, потом у меня какой-то там перерыв я забываю про это, опять возвращаюсь, опять делаю. Вот. И в тот момент у меня начались у меня отношения с отцом. В каком плане? Он у меня жил уже с другой женой, со второй. И он мне мог позвонить и сказать, я тебя люблю, дочка. То есть он стал мне помогать. То есть, ну как бы, я внешне ничего ему, ну как бы... Это в процессе практики прощения, да, Оля? Да, да. То есть, когда я начала свое сердце по отношению с ним менять, он начал совсем по-другому. То есть, на тот момент у него не было возможности финансовым не помогать, но он там мне денежку там что-то поставил, помогал. Хотя... И он вообще начал меняться. То есть, он в храм начал ходить, он начал ведические лекции, потом через папу мне ведические лекции пришли. Вау! Знаете? На тот момент я не была их готова от него применять. И когда я смогла ему сказать, что я тебя люблю, я просто поняла, что он, понимаете, вот наши родители, их никто не учил быть мужем и женой. Их не учили быть родителями. Вот они как могли, так старались для нас. Вот как считали нужным, но они совершали свои ошибки, ну, по своей, может быть, неразумности. Ну, потому что они хотели больно... По незнанию, по незнанию. По незнанию, да. И я когда вот это поняла, что он-то нас любит, но из-за того, что ему не хватало любви от мамы, он вот так агрессивно на нее, он на нас реагировал. И я просто на него посмотрела под другим углом, что мне его даже как-то не то, что жалко стало, я поняла, что ему не доставало вообще любви с детства, от жены, да. А мужчина хочет получать любовь только от женщины. Сначала от матери, потом от жены. Вот. Поэтому и у меня как только вот поменялось к нему отношение, у нас вот был год, настолько я его прям... Я ему звонила, говорю, папа, я тебя люблю. Хотя у меня была такая к нему агрессия и обида. То есть я прям его... Я никогда в жизни не думала, что я смогу его там простить. То есть я за маму очень переживала. Вот. И слава Богу, я это сделала до момента его смерти. Он у меня постижный очень сначала. И я поняла, что слава Богу, что я простила его до его ухода. Иначе бы я с таким камнем ушла. То есть я ему смогла сказать, что я его люблю. Он мне смог сказать, что он меня любит. То есть... И вот тогда у меня как-то начался путь. Но после работы с папой я поняла, что у меня куча обид на маму. Хотя у меня с мамой... То есть это самый близкий, да, человек для женщины. Но, видимо, столько было... Ну, из-за того, что она не дала мне примера, как вот мягко с папой, например, да, действовать. То есть почему она такая сильная? То есть я вот... У меня такие тоже гиббы пришли. Я начала работу с мамой уже. Но с мамой было гораздо сложнее, несмотря на то, что вроде бы... Вот. И на самом деле, пока мы не проработаем обиды с мамой и с папой, никакие взаимоотношения счастливые нам не случится. Это сто процентов. То есть вы просто будете перебирать партнеров, но каждый раз у вас будет, ну, как бы, одна и та же проблема вставать. Просто разные люди будут за этим. Вы этот урок, ну, как бы, не пройдете. И на самом деле мужчины не виноваты. То есть это мы тащим что-то в себе, и он даже может вести до себя, он даже, ну, подумать не может, там нас как-то обидеть, да. А мы уже накрутили, и начинаем... То есть мы вот таким образом портим отношения, еще даже не начав их строить. Вот. И я говорю, что у меня... Я пыталась выстраивать отношения, но они вообще у меня... Я даже отношениями тоже не назову. Потому что пока у меня я стащила обиду, и потом в какой-то момент у меня попался семинар, лекция, где говорится о том, насколько важно почитание к родителям, что женщине важно выстроить отношения с мамой. Потому что то, как вы относитесь к маме, так же к вам мужчина ваш будет относиться. То есть если вы не терпите маму, если вы не терпите ее эмоции, если вы не можете ее простить, ваш мужчина точно так же у него не будет силы это терпеть. Все. Все зависло. Ага. Ага. На чем я зависла? Вы не терпите маму и ее эмоции. Да. Мужчина не сможет терпеть вас. То есть если вы примете маму, мужчина вас примет по всеми вашими эмоциями. И я поняла, мне надо срочно выстраивать отношения с мамой. То есть я, понимаете, с ней даже разговаривать спокойно не могла. Я на нее... То есть у меня какое-то такое было прям чувство. И я тоже начала прощать, писать. Я начала прям подходить ее обнимать, просить прощения у нее. То есть я там... было очень много практик тоже. Вот. И в какой-то момент у меня действительно вот... Я стала ее воспринимать. Ну то есть вот мягко. Что бы она ни говорила. Хотя были ситуации, что я старалась уже ничего не говорить, я просто уходила. Вот. Ну хотя бы на каком-то таком уровне. От греха подальше. Да, да, да. От греха подальше. Вот. Ну и получается, что как только я начала с мамой быть более терпима, более нежна, мы познакомились как раз с Ярославом. Он мне дал уже четкие рекомендации. Но мы по прощению, по другим отношениям уже работали. И буквально прошло три месяца, я встретила вот свою половину. Вот. Я по-другому не зову. То есть это было действительно... Ну я к тому моменту была уже готова к отношениям, потому что я прям изучала. Я поняла, что отношениям нужно учиться строить. Особенно семейные отношения, понимаете. Я училась на технолога конструктора швейного производства пять лет. А отношениям я вообще не училась. Ни дня не изучала. Ни дня. И я, слава Богу, я вот сейчас благодарю Бога, что мне попались эти физические знания. И я, когда я вступила в отношения уже с мужем, со своим, я хотя бы понимала, что делать вообще с этим. Потому что, на самом деле, первый год это был такой очень... То есть, я иногда думала, боже мой, что делать вообще... Как-то все не по плану. Не по моему плану. Слава Богу, как-то я понимала, что это вот именно самый лучший мужчина для меня. И если он так сейчас проявляется, значит мне что-то в себе нужно доработать. Это у меня всегда так было. И все, я потихонечку, я начинала... Я думаю, так, сейчас возьмем паузу. Я отдалялась, я там что-то... Но я всегда к Богу обращалась. Потому что у нас такие силы нет. Вы всегда просите Божьей помощи. Господи, дай мне силы простить маму. Дай мне силы построить отношения. Дай мне силы сейчас эту ситуацию исправить. Я всегда сначала мудилась. Потом я думала, так, так, что там по ведам-то? Как там надо делать? Что там нужно делать? Служить мужу. Так, все, пошел. И он очень быстро, он совсем по-другому начинал реагировать. То есть, он тут же подходил к тому, прости, что-то там такое. То есть, он... Ну, по-другому. То есть, если бы я поступала по инерции, как вот я бы поступила, сказала бы, что хотела, там что-то сделала. Мы бы... Просто это был бы скандал. С мужчиной так нельзя. И опять же, это мои какие-то обиды, ну, вылазили. А благодаря тому, что сердце было очистлено, мне было легче применять знания. Иначе, пока сердце, как ваше, полно обид, у вас не будет сил применять знания. То есть, вы знания, может быть, и получите. Но второй момент их же надо еще применять. А это иногда еще сложнее. Вот. Поэтому это замечательно, что вы встали на этот путь. Вообще начали думать о том, что... Замечательно, что вы нашли вот Ярослава, да? Вы сейчас работаете. Делайте эту работу. Это вообще вам... У вас какие будут результаты? Вы еще построите. Возможно, здесь, может быть, у вас в прошлое отношение у вас родятся. Или вам придет человек, который... Ну, знаете, таки Господь неисповедимы. Мужчины так меняются. Если женщина меняется, мужчина очень сильно меняется. Вы не представляете. Вот у меня папа с мамой был один, а со второй женой это был совсем другой мужчина. Абсолютно другой. Понимаете? Поэтому это просто от вас... Вот пока у вас не будет в сердце... Не-не-не-не-не-не... А просто благодарность, что этот человек пришел в мою жизнь. Да, он дал какой-то мне опыт. Он дал мне уроки. Спасибо ему огромное за это. Вот когда у вас будет спокойное отношение, вот только тогда вы сможете построить уже гармоничное отношение в самом деле. А для женщины очень важно с ними отношение. В любом случае стремитесь к этому, потому что вы будете под защиту, под опекой мужчины. Ну, вот... Слава Богу, что вы сейчас не в отношении, вы сейчас вот все эти работы по прощению, и вы прямо увидите, у вас начнут настолько такие изменения кардинальные. То есть у меня менялась работа, обо мне просто начали заботиться какие-то вот мужчины, с которыми я не была в отношениях. То есть братья, дяди, просто какие-то, ну, мужчины, которые мне покупали продукты, приносили мне домой просто без костей. Ну, то есть... Какие-то... Ну, это действительно какие-то чудеса. Вера, вам откликается, что Марифея говорила? Да. То же самое. У нас еще девочка Марифея, которая прошла тоже практику прощения, она говорит, то же самое, начали помогать мужчины, приносят продукты, говорит, подарки дарят, говорит, вводят в кино, в театры. Все по-другому у нее стало. То же самое. Насколько песня, вот это счастье, она настолько всех одинаковая. Абсолютно одинаковая. Все становятся счастливыми. Старые обиды, люди, которые имели какие-то отношения, проблемы к нам, претензии, они начинают звонить, начинают управлять какое-то благодарность, радость какую-то. Все меняется. Это просто вау. Это просто вау. Как песни счастья у всех одинаковые. Это просто вау. Это волшебство. Просто сам Господь. Это на самом деле не то, что как бы какая-то моя засыпать эту работу. Это просто милость Бога. Вот какая-то милость Бога, которая начала проливаться. Следствие вашей работы. Следствие вашей работы. Да. Поэтому у вас это все то. Я говорю, у вас работа возможно поменяется. У вас вся жизнь. Прям потихонечку, потихонечку. Просто получается, что не, как говорят, счастья не приходят в результате каких-то вот действий ваших, да. А обстоятельства будут подтягиваться, да. Под то, чтобы у вас было все гармонично. Чтобы все режимы, например, что взлетали. Чтобы все были спокойные, вы были женственные. То есть все обстоятельства начнут схватываться таким образом, понимаете. И вы при этом ничего предпринимать не будете. Просто мужчины, они действуют. То есть он пошел, взял лопату и пошел рыть по наву, там ему надо построить дом, да. А если женщине надо дом, она сидит и мечтает. Классно будет дом. Такой-такой. И пришел бы мужчина, который построил некий дом. И вот она просто сидит и мечтает, при этом она счастливая, пошла кого-нибудь пирожками угостила. И приходит мужчина, который строит ее дом. То есть женщина, она на тонком плане. То есть нам не нужно ничего предпринимать во вне. Нам не нужно идти брать лопату и строить этот дом, понимаете. То есть мы на тонком, ну как бы на тонком плане. Это огромная сила женская. Но для этого, конечно, чтобы вдохновить на это мужчину, нужно уважение большое к родителям, к мужчинам. И это мужчины чувствуют. То есть они чувствуют вот это вот, ну как бы, женщины. Им хочется заботиться сразу за такую женщину. Поэтому у вас все хорошо будет. У вас глаза такие замечательные, такие добрые. Все хорошо будет. Просто я говорю, у вас, слава Богу, уже есть наставник. Это не простой путь. Это сложно. Это всегда будут какие-то в одном моменты. И люди, которые будут, может быть, вызывать. И я не скажусь, что я до сих пор такая вся... Не прям... Как это сказать? Я и обижаюсь, точно так. Может, диванчик. Да. Я абсолютно не ангел в сахарном сиропе. Вот. Но просто сейчас муж меня вот в какой-то момент... Ты чё? Там какая-то ерунда ты тут себе накрутила. А я думаю, действительно, мы женщины просто такие, понимаете. Если мы не под защитой, мы много чего лишнего накрутим, обидимся там, еще что-то, еще что-то. Поэтому, вот, мужчины нас от этого немножечко защищают, загружают. И, ну, легче как-то. Вот, поэтому честь. И что интересно, Оля, что этот процесс вашего эмоционального всплеска вам постоянно происходит? А вообще? И постоянно нужна защита. И постоянно нужна защита. Да. А что хорошо, что по мере нашего развития наши эмоциональные всплески, они становятся более благостными, более контролированными. Мы их можем контролировать, находясь в благостном состоянии. направляя не на вне, на муж обидел, или вся страна меня обидела. А я понимаю, копаю в себе. Что же я сделала не так? Как вы это делаете, да? Что же я должна сделать, чтобы этого не было? Это очень большая надрезка. То есть, может быть, этот всплеск будет, а потом-то все равно я понимаю, что, ну, не виноват ли кто-то. То есть, это иногда в себе. Ну, я говорю, что, вот, обращайтесь, читайте какие-то писания, слушайте, там, забейте в храм, что вам близко. Это вам все будет помогать очень. Просто очищать тоже это судье сердце. Вот, конечно, все. Я больше не буду заниматься. Оля, Оля, вы рассказываете, рассказываете, чем больше, тем лучше. Вы не занимаете время, да. Главное, чтобы у вас время было. Очень-очень здорово. Скажите, вот, вы начали в свою практику прощения отпускать сначала родителей, папу и маму, да? А после того, когда вы поработали с обидами к родителям, затем вы приступали кратически к своим прошлым отношениям? Да. Как долго вы были в отношениях, с которыми вы прощали? Так, сейчас я скажу. Ну, где-то лет пять, наверное. Ну, типичные пять, до семи лет. Потому что те, кто семь лет прошел, они, как правило, уже идут дальше. Семь лет – это же первые семь циклов, которые нужно пройти. И когда вы сказали еще, что вот первый… Сейчас вы, когда вышли замуж, первый год было очень тяжело. Помню, по энергетике первый год – это становление фундамента, это выживание самой тяжелой. Если ты находишься в трезвом уме, если ты находишься в гормонах, то тебе кажется, ой, все прекрасно, розовые очки, все замечательно. Пока ты пьяный в этих наркотиках, гормонах, у тебя начнется этот процесс выживания, когда ты протрезвеешь. Скажешь, кошки, вот, мама дорогая, а она, знаете, как тяжело после праздника, который был там два-три года, да, пока гормоны работали, потом начинается вот этот период фундамента становления базы, и такой, мама моя, после этого праздника такой кошмар, и ты на контрасте, это ужасно просто. Почему и важно очень строить отношения не в этих вот эмоциях, когда мы притянулись друг другу на гормонах, а трезво, трезво, да, шаг за шагом, постепенно, степ-бай-степ, пользуйтесь разом. Я понимаю, что будет тяжело, я развиваю отношения, я строю фундамент, и затем по мере этого наполнения я все больше и больше получаю удовольствие. И у меня нет эйфории, у меня есть трезвое воспринятие информации, я трезво вижу, что хорошо, что нехорошо, а не в пьяном состоянии нахожусь наркотиками. Ну вот, мы когда с мужем познакомились, у нас как-то связь возникла на сердечной прям чакре, у нас не было каких-то таких вот, как это обычно, ну, какой-то такой страсти, что-то еще, у нас прям вот как-то очень спокойно, тихо. Ну, у меня просто, когда он появился в моей жизни, появилась уверенность, что все теперь будет хорошо, я под защитой, все. И у меня вообще какое-то беспокойство исчезло. То есть вот настолько, и я поняла, что все, это мой человек. Вот когда я это ощущение, ну, почувствовала надежности, что меня не бросят, что я теперь вот под защитой. Все, я поняла, что... А раньше были у вас такие ощущения по отношению мужчинам? Нет. Я и замуж не выходила, мне страшно было. То есть я прям боялась. Не было доверия к мужчинам, да? Да, да, не было. И я понимаю, что это было вследствие обиды, да? Ну, и у меня был страх. То есть страх, вот я видела родителей всегда перед глазами. То, что это вот, как это сложно вообще. То есть видя картинку нехороших отношений на примере родителей, этот страх так глубоко вошел в меня, что я проецировал это на всех новых мужчин, с которыми я встречалась. Я видел свою жизнь, да? Да. Скажите, вот в ваших отношениях, когда вы вышли замуж, вы были пять лет, я понимаю, в отношениях, да? Как, можете сказать, вот схему, я уверен, что это будет похоже многим отражаться зеркально. Как у вас развивались тогда отношения? Вы тогда вышли замуж влюбилась, да? С мужем? Да, первые отношения, да. Первые отношения ваши, которые были. А, до мужа как бы. Да, да, первые, те далекие первые отношения. Ой, ну там, конечно, такая какая-то страсть была. Расскажите вот это вот интересно, когда начинается все страсти, и чем она потом заканчивается, интересно уже. Сколько вам лет это было? Ну, это, ой, сколько, наверное, двадцать пять, двадцать шесть. Ну, я уже все так не помню. Ну, сильно я как бы не буду углубляться. Да, так, так, чтобы нам что-то понятно. Ну, да, какое-то потребительское такое отношение есть, когда вот такая страсть, то есть ты хочешь, чтобы внимание было к тебе постоянно. Нормально. Нормально. Нормально для всех нас. Мы хотим получить удовольствие, мы все хотим наслаждаться. Да, потом неудовлетворенность от того, что я не получаю то, что хотела бы. Причем это было именно в отношениях. Ну, то есть, вот, мало времени, там, всего такого. Вот, а потом, ну, я сама как бы порвала эти отношения и все сделала для этого. Вот. Ну, понятно, что я была на таком, не то, что я была готова разорвать эти отношения, я понимала, что надо их разорвать. Вот. Я разорвала, но у меня была прям какая боль в сердце. Я несколько лет, получается, вот это все вот не знала, что с этим делать. Вот. И в тот момент, когда вот мы с Ярославом познакомились, мне показалось, что уже все, уже все прошло, я все забыла, потому что уже прошло несколько лет. А вот с Ярославом поговорили, он говорит, нет, тебе надо прощать этого человека, просить прощения. И вот я начала, и я начала писать письма, и мне, когда я начала писать письма, у меня прям плезы все это, все прям эмоции шли. И потом в какой-то момент, когда там, я говорю, мы на двадцатый день, наверное, я там пропустила один день, что-то прям важное какое-то у меня было событие, я думаю, ничего страшного один день. Ярослав говорит, какой, не, я начинаю все сначала, как будто ничего не делали. И я, как, нет, боже мой, это все сначала, опять все сначала начала. И где-то на тридцатый день я уже поняла, что мне эта пластинка надоела. То есть я вот эту всю какую-то жвачку, эту обиду. И она во мне, то есть она как бы этого человека вообще сама никак не касается. Это же моя обида. И все, и когда я поняла, что это не надоело, я вздохнула. И у меня осталась благодарность этому человеку. Потому что в любом случае он мне много чем помог. В плане материальном даже. Поэтому, ну, на тот момент я была неразумной. Это, скорее всего, моя ошибка, скажи, женщины. Потому что у меня все. Пожелала счастья. Мы все получаем здесь ошибки, совершаем ошибки. Для этого мы пришли сюда учиться. Для этого здесь. Ну, и этот человек потом меня поблагодарил, попросил сам прощения. Вы ему никак не звонили, ничего, но именно после практики. Расскажите нам очень важное, как это произошло. Ой, я даже не помню, он просто позвонил и сказал, что прости меня, пожалуйста. Обалдеть. Мэджик женской силы. Мэджик женских молитвы. Это просто обалденно. Вау. И последний разговор очень хороший такой был. То есть мы расстались в очень таких хороших отношениях. То есть мы после этого виделись, то есть общались, потому что в одном городе жили. И очень просто спокойных, хороших таких отношениях. Слава Богу. Я сейчас предлагаю девочке переключиться на скайп, потому что у нас тут заканчивается 40 минут только на этом, на этом ресурсе сейчас дает. Ярослав. Ярослав, если можно, мне просто нужно убегать. Оля, хорошо, спасибо большое. Вера, я вам желаю прям проделать эту работу и счастье. Я уверена, что у вас все будет, у вас все быстро произойдет. Спасибо. Оля, благодарю вас за вашу историю. Она очень близка мне по отношению к папе, по отношению к маме. Так что я все на заметку уже взяла. Уже даже пересматриваю то, как я разговариваю с мамой обычно. Просто когда хочется накричать, обнимите и все. Хотя бы мысленно. Вот если не можете физически, обняли, поклонились, пошли. Как это, киваем головой и машем все. Да, да. Сначала физически хотя бы, а потом уже, чтобы через физическое еще и менялось состояние внутри. Да. Форма влияет на содержание, содержание на форму взаимосвязанных. Нам достаточно на тонком плане работать. Если вы пока не можете это на физическом плане, работайте на тонком. Вы потом сами почувствуете, что вы сами захотите ее обнять. Вот мамочка моя, моя хорошая. Я-то ее обнимаю, но все равно постоянно вот эту нетерпимость проявляю в разговорах. Все время раздражительность на нее. Меня это, ну, как-то печалит, что я так с ней именно разговариваю. Со всеми людьми нормально уже, а вот с самым близким, родным человеком вот какую-то агрессию все время проявляю. Я вас понимаю, у меня такое же было. Это, ну, это нормально, это наши обиды. Когда вы очистите сердце, у вас уже будет более такое, ну, терпимое отношение. Вы поймете, что... Ну, и не корите, да, не корите себя самое главное. Вы, как бы, вот, вы замечаете, что вы не правы, тут же попросите прощения. Господи, прости меня, Господи, мамочка, прости меня. И все, двигаемся дальше. Если вы будете еще себя, вот, ну, как бы, вы не сможете идти дальше. Угу. 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 Да. Благодарю вас, Оля. Ну, все, вам спасибо. Оля, спасибо вам огромное. Благодарность вам. Я понимаю, что вам нужно уходить. Спасибо, спасибо, очень здорово. Хороший пример. И я скажу Оле, что вам... Оль, да, Оля сейчас у нас в состоянии положении. Скоро будет мамой. У нее особенное состояние сейчас, конечно же. Понимаю, что когда вы уже освоитесь, устаканитесь этим процессом, но быть мамой, пора делиться. Оля, пора делиться с другими девочками, потому что у вас есть опыт, колоссальный опыт, делитесь с другими, потому что это очень бесценно. Это бесценно. Видите, насколько похожи ваши ситуации, настолько похожи, Вера. Один к одному. Один к одному. Это просто, просто вау. Обалдеть. Да. И таких, таких кейсов море. Таких случаев море сегодня у нас, потому что мы живем в таком обществе, и нам нужно эти знания нести другим людям, чтобы они знали, как выходить от Пуста. Да. И слава Богу, что есть вот сейчас такая возможность. Потому что в одиночку, конечно, все сложно. Поэтому ищите, 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 общайтесь всегда, будете в этом обществе. У вас это прям поддержит очень. Ну, все, давайте вам. Всего хорошего. Спасибо, Оля. Спасибо вам. Хорошего дня. Супругу привет вашим передавайте. Буду раз с ним познакомиться. Намаскай. Хорошо. Ну, как ваше впечатление, скажите, пожалуйста. Я еще в большем шоке. Еще после Валерии. Вообще прям. Сидит вот этот вот ангел точно воплоти, рассказывает такие жуткие вещи, которые вот у меня. Было то же самое, да. И все понятно. И все. Вот я верю каждому ее слову. Вот каждой букве. Вот правда. Вот все вот так и есть. Она живет с этим. Дело в том, что она живет с этим. Она живет в этом состоянии. Она уже, по-моему, уже третий год замужем. И я с ней познакомился, когда она была вот в этих процессах, в этих обидах и все. И как у нее трансформация пошла. Она своего мужа когда встретила, она не говорила, что, ну, вот она начала изменяться. И она познакомилась с мужем. Он магазин, он владелец магазина. А ей она делала ремонт. Она пришла, говорит, мне нужно это. Он говорит, я вам помогу. Сам, говорит, никогда, мне никто никогда его не делал. Говорит, приехал сам ко мне домой, посмотрел. Он, хозяин магазина. И он, говорит, я никому никогда этого не делал. Я не делаю, говорит, такие вещи. Но мне, говорит, что-то захотелось вот приехать к ней и помочь ей. Я, говорит, сам не знаю почему. И, как вы слышали, у них не было на страсти соединения. У них не было влюбленности, которая все крышу снесла. У них было на сердечной чакре. Это просто офигительно. Просто офигительно. Насколько вот это пример. Когда ты находишь состояние благости, ты находишь такого же человека, который готов тебе тоже поделиться с тобой благостью. Просто маленько. И фамилия такая интересная. Добро. У него фамилия Добро. Да. У мужа фамилия, да, такая? Фамилия у мужа Добро. Вы представляете? Да. Очень здорово. Очень здорово. Я смотрю, подписано. Ольга Добро. Классно. Да. Очень здорово. Еще и город такое красивое название. Да. Очень здорово. А это Украина, да? Нет, нет. Это Россия. Это Россия. А, ну вот я тоже что-то подумала, что Россия. Ну то есть акцента никакого нет. Но именно название города мне показалось, что Россия. Красиво, да? Это сибирские места. Это сибиряки, там живут наши люди. Угу. Супер. Отозвалась вам? Отозвалась я история? Да, очень. Вообще. Полностью. Каждое слово. Ну, у меня не было, конечно, так, ну вот, такого сильного прям, прям, какой-то ненависти к папе, да? У меня вот это было оно на уровне вот и неуважения, и любовь. И вот я разрывалась, что как так? С мамой тоже у меня вот вроде хорошие отношения. Так вот, если, да, не копать глубоко поверхностно. Хорошие. Мы очень любим друг друга. Я очень уважаю маму. Но я постоянно свою нетерпимость...